В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Общежитие из прошлого. Почему в 21 веке в центре Каспийском до сих пор стоит непригодное для жилья ветхое здание, узнавали наши корреспонденты. Уверенными темпами идем впереди. Дагестан в лидерах пол росту поголовья овец. Книга еще жива. Открытие женского читательского клуба состоялось в Махачкале. Последний шанс остаться в лиге. Дагестанский боец Шамиль Абдурахимов может покинуть UFC в случае поражения. Жители общежития, расположенного по улице Орджоникидзе, города Каспийск, на протяжении многих лет ждут нового жилья. Здание давно пришло в негодность и непригодное для проживания. Однако с расселением людей вышла проблема. Чиновники предлагают свое видение решения вопроса у жильцов «Своя правда». К ситуации подключились и активисты Общероссийского народного фронта. Поможет ли вмешательство общественников в решении вопроса узнавали наши корреспонденты. Крайнее окно, вываленное. Это моя кладовка. Когда-то я в ней что-то мог хранить. Михаил – летчик, пенсионер и инвалид второй группы. Живет в общежитии с 1982 года. Ужасные условия. Вынудили его снять квартиру и переехать. В октябре 2019 года, после того, как мы с супругой приехали из больницы в очередной раз, зайти в комнату не смогли. На полу было порядка трех сантиметров воды. С потолка текло. Кое-как мы ночь переночевали, сняли квартиру и ушли. Вызвали людей для того, чтобы провели комиссию, составили акт. У меня на руках сейчас четыре акта. Обшарпанные стены, гниющий пол, общий на этаж санузел и баня в непригодном для пользования состоянии. По словам жильцов дома, в туалеты можно пойти только с зонтиком, так как то, что течет на третьем, протекает на втором. Спрашивают все, но, однако, на деле никто, никто не действует. Никто не проявляет инициативу, чтобы слушать нас и решение принять. Пожалуйста, смотрите на стены внутри. Заходите и смотрите, в каком состоянии плачевном. Зайдешь, прямо сердце разрывается, смотря на эти полы, смотря на эти побитые стены. До 2008 года общежитие принадлежало аэропорту, а уже после здание перешло в муниципальную собственность. Кто больше виноват в нынешнем состоянии дома, жителей волнует меньше всего. Они просто хотят жить в нормальных условиях. Обращений было очень много. Это и 9, и 10, и 11, и 12 год. В 11-12 годах нам просто сказали, либо вы эти комнаты приватизируете, либо вы вообще все потеряете. И поэтому весь народ, поскольку он знает, что бояться есть чего, по этому испугу все начали приватизировать комнаты. А теперь они остались с носом, потому что по приватизации мы получим 12 квадратных метров. Таких ветких зданий в городе хватает. И понятно, что решать проблему надо комплексно и с участием всех заинтересованных сторон. Таких домов в Каспийске 10 мы решили сегодня пригласить органы власти. Это Минстрой, администрация, жилой инспекции, управляющая компания, чтобы люди могли договориться. Есть принятая программа переселения на следующие годы. И Каспийск имеет все шансы, дома, вот эти 10 домов в Каспийске, они имеют все шансы попасть в эту программу. Но если люди не договорятся и не выберут способ переселения, то они могут не успеть переселиться в этом году. В частности, отженьки за один. К сожалению, найти общий язык жильцы дома и чиновники не смогли и на сей раз. Здесь, как говорится, у каждого своя правда. Сегодняшний день три способа переселения. Это выкуп, предоставление и комплексное развитие территории. На сегодняшний день вами не принято решение, каким способом вы хотите переселяться. Наш адвокат работает. Мы приняли решение. Поэтому есть вашему представителю в администрации города было предложено, обсуждение было проведено. Вот буквально 18 января. 18 января хоть какое-то предложение было принято от представителей наших общежитий? Вами какое-нибудь предложение было принято от нас? Нет. Саид Меджидов, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. На деле работают все, а на бумаге не числится никто. Неформальная занятость населения – проблема, актуальная во всей республике. На неделе в администрации Кумтаркалинского района прошло совещание, посвященное данной теме. Место проведения было выбрано не случайно. В ближайшее время здесь будет запущен пилотный проект, который будет реализован еще и в городе Избербаш. В ближайшие дни межведомственной комиссии в указанных муниципалитетах будет проведена работа по выявлению всех коммерческих объектов недвижимости, результаты которой будут переданы в налоговую службу. Работа комиссий по полному бюджету, налоговым сборам, формальной занятости, эти комиссии будут объединены в ближайшее время. Работа будет поставлена на другой уровень. Мы должны инвентаризировать кафе, салоны, мастерские, зарправки, правоохранительный блок, налоговые органы. Все должны быть включены и информация должна быть максимально объективна. Вот эти игры сегодня поставил на учет, через неделю снялся, вот эти игры надо прекратить. Если вы живете здесь в городе, все знаете, чьи объекты, какие салоны, какие мастерские, частные поликлиники, они должны быть поставлены на учет. Все работы только не открыто, незаконно, нелегально. Нам главное, чтобы человек встал на налоговый учет и показал, сколько людей у него тут. Дагестан – единственный субъект России, где стабильно растет число овец и баранов. Об этом пишет канал «Экономика Дагестана» с ссылкой на слова гендиректора Национального союза овцеводов Михаила Егорова, который заявил, что в целом по стране отмечается сокращение поголовья овец на 16%. На этом фоне активные темпы развития сейчас отмечаются в республике. Согласно статистическим данным, наш регион дает половину баранины в убойном весе от всего объема Северо-Кавказского федерального округа. Представители духовенства Дагестана продолжают активную просветительскую работу. Так, с рабочим визитом Кизелюртовский район посетил заместитель муфтия республики Ахмат Магомедов. В средней школе номер один была проведена встреча с педагогическим коллективом, где обсуждался план работы с молодежью. Далее в Джума-мечети села Нечаевка Богослов прочитал проповедь о дозволенном заработке, а также посетил подопечных фонда «Инсан» и старейшин села. У нас было такое, по пятницам мы каждый район выезжаем с пятничной проповедью, и заодно и взрослых людей, пожилых мальчиков посещаем, от взрослых людей тоже же баракат. И вот решили вас тоже посетить, познакомиться, узнать, как у вас дела, как общение. Такое не всегда и никому, и не всем удается. Такое отношение к нам. Миша Аллах. Пусть баракат у вас будет еще больше, чтобы другие взяли пример. Мы будем стараться по мере возможности помогать фон «Инсан» и районный имам Мишала. То, что мы можем, то, что в наших силах, будем стараться. Открытие книжного клуба «Поколение Стрим» состоялось в Махачкале. Организатором проекта выступило женское направление отдела просвещения при Муфтияти Дагестана. Команду молодых читателей уже пополнили около ста человек. В клуб принимаются только девочки от пятого до одиннадцатого класса и студентки вузов. На торжественной церемонии выступили эксперты, психологи и успешные люди. Они рассказали о важности образования и саморазвития. И многие ошибочно полагают, что, говоря о кавказских женщинах, что им обучаться не надо, или об исламских женщин, они должны сидеть дома, выполнять свои обязанности и так далее. Я самый ярый, явный, радикальный противник этой идеи и настаиваю на том, что наши сестры должны изучать науки, познавать мир, читать, просвещаться, самообразовываться в два раза больше, чем мужчины. Вот, ответственно, это заявляю, просьба донести этот тезис до всех, до кого сможет донести. Почему, спросите вы? Потому что только образованная женщина, только грамотная мать сможет воспитать достойное, здоровое, богобоязвенное, полезное для общества поколение. Только такая мать может дать воспитание дочери, может дать воспитание сыну и сделать так, чтобы из них вышли по-настоящему великие люди. И немного о спорте. В ночь с 21 на 22 января в 3 утра по московскому времени свой 11 поединок в лучшей бойцовской лиге проведет наш дагестанский тяжеловес Шамиль Абдурахимов, который выйдет в октагон против бразильца Алмейды. Напомним, что Абдурахимов выступает под эгидой UFC уже с 2015 года. В активе нашего бойца 5 побед и 5 поражений. В случае проигрыша дагестанский боец может покинуть лигу. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и удачных вам выходных!